Уважаемые подписчики и зрители моего канала! Слово моего мне не очень нравится, наверное, правильнее будет нашего. Потому что без вас и не было бы этого канала, да и не будет. Поэтому спасибо вам большое, что смотрите меня. А сегодня я хочу вместе с вами провести аналитику чеснока. Выкопала я чеснок, если вы помните, у меня был эксперимент. И я сравнивала, какой будет лучше чеснок, который надо завязывать или который не надо завязывать. Сегодня как раз я выкопала чеснок и проанализировала. Что я вам хочу сказать. Вот здесь в принципе видно. Вот этот чеснок был завязан. Он у меня в большинстве. Потому что было такое мнение, я сталкивалась не раз, что когда ты завязываешь верхнюю часть, зеленую массу, вся сила уходит в саму чесночину, в зубчики. Ну и что я для себя сделала, какие выводы. Во-первых, положила для сравнения спичный коробок около самой большой чесночины. Вот это кучка у меня, которая была завязана. И еще у меня был эксперимент, где я сажала сразу, не отделяя на зубчики, а сразу чесночинами. Вот это тоже я завязывала. Вот такой размер. Ну, хочу сказать, что не крупный размер. Вот эта кучка там, где я не завязывала. Это в меньшинстве у меня средний рядок. И вот он тоже спичный коробок. И вот эта вот кучка из эксперимента, которую я тоже не завязывала. Так, кто-то... Кто-то решил проверить, чем там мамка занимается. Вот этот вот не завязанный из эксперимента. Какие я сделала выводы? Вывод очень простой. Да, Барсик Иванович? Вывод очень простой. Что здесь в этой куче, что в той куче. Есть и большие, и маленькие. И все зависит от посадочного материала. То есть, чем крупнее зубчик мы посадим, тем крупнее головка у нас получится в результате. У меня максимально я стараюсь естественное земледелие. То есть, минимум химии. Только там, вот если совсем что-то у меня болеть начинает, и я вынуждена. Так я химию не кормлю. С химией, это моя позиция, я куплю на рынке. А для себя, любимых, я стараюсь выращивать или на природных, или на какую-то органику добавлять. И еще хотела сказать, вот такие вот, в принципе, как посадочный материал. Такие зубчики. Вот они пригодны для посадки. В идеале, конечно, посмотрите, какой красавчик. Вот такое надо сажать. И еще это не все. То есть, это предварительные итоги. Барсик от меня трется. Это предварительные итоги. Так как у нас еще осталось что? У нас осталось вот такая вот история. Я оставляю. Ну, посчитала около 15 штук у меня получается. Во-первых, это посадочный материал на будущее. А во-вторых, посмотрим, какие головки у нас будут. Вот у этого чеснока, который у нас остался вот с такими вот головами. И еще один у меня остался эксперимент. Вот в цветнике я сажала чеснок в тень. И он у меня весь путь прошел в тени. Это тоже своего рода для меня эксперимент. Потому что здесь у меня грядка, где рос чеснок. Всегда на солнечной стороне. А там в тени. Вот тоже у меня какие, видите, остались. У нас есть подозревания. Ну и заодно и посмотрим. Вот. И еще я оставила из нашего экспериментального. Вот. Видите? Тоже с чесночными наверху головами. Поэтому предварительный итог. Сажать лучше зубчиками. И можно не заворачивать. Потому что на это уходит тоже приличное количество времени. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...